Приветствую вас и нет, вы ни одна такая, это не является психологическим, психическим отклонением, это, ну, то есть, если говорить о психическом отклонении, как о заболевании, да нет, это не заболевание, то есть, ситуация заключается вот в чем, у вас и вообще у любого человека, самая первая семья, это его собственная, человека учат любить себя, уважать, ценить, чувствовать себя успешным, добиваться определенных вещей, определенных целей, определенных задач, и так далее, и в какой-то момент времени, такой человек осознает, что он хочет жить отдельно, тип семьи для него становится много, его собственной, в ней ему становится тешим, потому что она его ограничивает, Он настолько развивается, что становится самостоятельным, слишком самостоятельным для того, чтобы быть в своей семье Так появляется потребность в том, чтобы образовывать, создавать свою семью То есть, человек не может сразу взять и не подрослев личностно, духовно, создать свою семью Конечно, формально он это сделать сможет, но фактически нет Потому что, чтобы создавать свою семью, нужно в эту семью вкладывать что-то Нужно этой семье что-то отдавать А если человек сам еще не готов отдавать, то, соответственно, своя семья у него не сочет И так получилось у вас, что вы на каком-то этапе своего взросления Недополучили своей доли самостоятельности Были слишком привязаны к своему домашнему очагу Слишком привязаны к тем ощущениям, которые он вам давал в домашних очаг И из-за этого у вас нет возможности личной жизни Значит, какая может быть причина того, что вы испытываете тоску постоянно по своему дому? Ну, первая и самая главная причина заключается в том Что вы получаете какие-то ощущения Удовлетворяете какую-то потребность в чем-то Только находясь дома Только находясь в кругу своей семьи Причем не брать той семьи Не той, которая у вас есть сейчас Потому что и седра у вас замуж вышла, да? И мама у вас, и с пожилой человек, с которым у вас не очень хорошие отношения И сами вы говорите, что все разрушено То есть есть некий образ семьи другой Той, которая и была раньше И вот она вам что-то давала И так случилось, что вы сами этого получить не можете Вы не знаете как Отчастие – это вина ваших родителей Потому что они вот не смогли научить вас самостоятельности Не смогли дать вам того, что вот человек в определенный момент времени Несет ответственность за себя И тут мы подходим уже ко второй причине Причина, которая является как бы частью в целом То есть в целом у вас есть определенная потребность Которая была удовлетворена с помощью семьи А в частности, частично Которая вы боитесь ответственности Ответственности за себя То есть вы не хотите нести ответственность за саму себя И за своего, допустим, ребенка То есть вы это, конечно, делаете Но делаете вы это потому, что у вас нет выбора А самостоятельно делать подобные вещи вы не можете Потому что, ну, вот Нет у вас достаточного внутреннего ресурса Для этого И что нужно сделать? Вот вы не можете взять ответственность Да, вы боитесь ответственности Нужно понять, чего вы боитесь Нужно посмотреть своему страху в лицо Посмотреть своими потребностями в глаза И подумать Если это страх Как его рационализировать То есть перевести из мира чувств Мира магических представлений Представления реальные Да? А если это потребность То как эту потребность удовлетворить Другим путем Не через возврат к той абстрактной семье Который у вас не будет Уже никогда Потому что если у вас не будет семья Только своя И свою семью Как вариант Можно Строить по образу И подобию Вот той семьи Которая у вас была Но тогда Вы скорее всего Будете занимать позицию лидеров Таких отношений Я имею ввиду В отношениях с мужчиной Да, с мужем И тут уже Получается Несколько Несколько Взаимоисключающие вещи С одной стороны Для того Чтобы Возродить Ту семью Которая у вас была Которая вы стремитесь Вам нужно Самой брать Все в свои руки С другой стороны Чтобы это сделать Нужно как раз таки Сделать то Что вы боитесь Взять на себя ответственность И вообще ответственность За свою семью И это противоречие Поэтому Как мы наверное Уже поняли Возрождать свою семью Ту Которая у вас была В детстве Через свою собственную Это неправильно Это неправильно И это ни к чему не приведет Возрождать свою семью Вашу Она будет другая Но не менее Прекрасная Она будет Не выше И не хуже Той Которая у вас была Она будет другая Это важно понимать Но для этого Необродимо Вот Соблюсти Данные условия Поработать с пастратом И поработать с попременностью С тем С чего вы хотите В этих двух направлениях Вы можете Двигаться Как Самостоятельно Так и с помощью Психолога Если хотите Тогда вам Нужно выбрать Специалиста На сайте И Собственно говоря Начинать с ними работать Это все Надеюсь Что помог вам Если какие-то вопросы Остались Обращайтесь Сулечку Помогу Если вам понравился Мой ответ Буду благодарен Если сделаете его Лучше Субтитры создавал DimaTorzok